Всем привет, ребята! Рубрика «Шахматные рекорды». И сегодня у нас на самом деле такое стоящее событие. Да, во-первых, сам рекорд, его наименование звучит весьма оригинально, а именно сочетворённые пешки, которые простояли на доске наибольшее количество ходов. Мало того, что они простояли наибольшее количество ходов, они даже в какой-то момент пытались выиграть партию. Ну, и не без оснований. А во-вторых, по сравнению с теми рекордами, которые мы вам показывали в предыдущих выпусках, в этой партии играли довольно-таки неплохие шахматисты. Как видите, 2.200 против 2.300, плюс не забывайте о некоторой рейтинговой инфляции. То есть, я думаю, по 40-50 пунктов можно смело накинуть. Ну вот, была защита Лёхина, причём довольно такой странный вариант. Белые играли весьма самобытно. Мне не нравится вот этот двойной размен. Такая позиция зачастую получается в шлангке, но с переменной цветом. Здесь у Белла хорошая редакция. Но, конечно, интересный момент возник вот тут. То есть, ФЖ. Я пока не вижу какие-то проблемы с ФЖ. Видимо, всёло ФЦ4. Ну да, и пока у нас только встроенные пешки. Почему они довольно сильные? Ну, посмотрите, что произошло дальше. Б5. Конь Д4. Ну, если взять ФГ, то здесь тоже потеряется ФГ. ФГ2 правильное решение. БЦ. Б5, а для Б8. И БЦ. И, казалось бы, у Белых 5 пешек, у Чёрных 4. Но у Белых из 5 пешек 4 с 4 ровной. То есть, казалось бы, у Чёрных лучший шанс. Но если мы присмотримся к положению фигур, то на самом деле за победу здесь борется Белый. И вообще, мне кажется, объективно у них выигранная позиция. Плюс, обратите внимание, вот это 22-й ход. В общем, в дальнейшем сверники продолжили играть. Достаточно неплохо. Конечно, Белые выпустили здесь серьёзный перерез. Я не буду затыкливаться на это. Но вот здесь, например, вот здесь вот ход для Д7 был сильнее. Мне кажется, практически выигрывал партию. Ну и так тоже неплохо. Да, второе дело, чтобы Чёрные поставили какую-нибудь блокаду, и её довольно сложно сбить. В общем, опять же, в наши обязанности не входит серьёзный анализ этой партии. Белые играли. Достаточно неплохо. Мне кажется, что зря разменяли фигуры. Вот, например, вот этот шар на Ж8, видимо, был лишний. После чего Чёрным удалось поменять... Поменять ладьи. И теперь Белые ещё взяли на Е7. Мне кажется, это лишает их последних шансов. Вот компьютер оценивает эту позицию как плюс 2. Потому что у Белых две лишние пешки, и скоро их станет 4. Но если мы присмотримся к этой позиции, в которой они согласились на ничью, то поймём, что у Белых нет никаких шансов на победу. Заметим, что это 44-й ход, то есть 22 хода. Даже 22, получается, да? Простояли эти пешки. И они, на самом деле, если бы партия продолжалась, не простояли бы ещё очень долго. Потому что она продолжалась бы, наверное, вечно. Каким-нибудь вот таким был образом. Да, но идеально, что... Это потому, что в подобных позициях, чтобы выиграть, Белые должны вынудить Цукцванг. А чтобы вынудить Цукцванг, нужно отнять у этого коня в какой-то момент все поляши. Он не мог вернуться на... Ну, в тот момент, когда он стоит на С6, чтобы у него не было полей. Но как бы мы не поставили слона, у коня всегда будет хотя бы одно поле. То есть А7, Б8, А5, Д8, Е7 и Е5 мы не можем отнять никаким расположением фигур. Поэтому чёрные будут ходить конём туда-сюда, а белые не смогут добиться прогресса. По этой причине соперники согласились на ничью. Ну и, на мой взгляд, это один из наиболее интересных экземпляров. Да, такого добиться, наверное, не каждый сможет. Да, у меня лично с четвертой пешки, насколько я помню, были один раз в Блицпарте, и простояли они один ход. То есть, другого рекорда ещё играть и играть. Ну всё, спасибо за внимание.